Сегодня мы поговорим о форме приема йода с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании к видео. Ну тогда начнем. Йод в таблетках или йодированная соль. Бытует мнение, что йод из соли вмиг испаряется и толку, как говорится, ноль. Но, что если вспомнить химию, йод в соли содержится не в свободной форме, а в форме нелетучей соли. Раньше использовали ядит калия, однако он был термически нестойким, а при хранении во влажных помещениях мог разрушаться. Сейчас используют другую форму, ядат калия. Проверьте у себя, эта соль более стойкая и в течение 9-12 месяцев не должна значимо уменьшиться в вашей баночке. Употребление до 5 грамм такой соли ежедневно удовлетворяет дневную потребность организма в йоде 150 микрограмм в сутки. Однако, если вы не готовите самостоятельно и не уверены в том, что блюдо именно из йодированной соли, то возможно и принимать йод 100 и 150 микрограмм в сутки дополнительно. У меня есть такая баночка, но принимаю от случая к случаю, иными словами, когда вспомню. Но особенно важно принимать йод ежедневно всем беременным и кормящим женщинам 200 микрограмм в сутки. Тут уже лучше отдать предпочтение лекарственной форме. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!